всем привет бродяги с вами я сталкер баннерщик это сталкер онлайн на икб сервере и так я нахожусь около радика давайте не спустимся посмотрим может что в продаже есть интересное я правда недавно был но вдруг что-то появилось патронов я закупился и планирую отправиться на новую землю сегодня у меня полностью заправлен контейнер с артефактами для артефактов вернее с артефактами пока еще все тухло хочу на новую землю отправиться посмотреть если там арты ну побегаю посмотрю пособираюсь еще будет у меня большой контейнер для артов чем может быть и найду пойду я через дешевый респ полазит там вокруг если там ничего не будет пойду ближе к дорогому так тут у нас продается только штаны рабочие за 23 тысячи все больше ничего нету ну нет ничего так поема ну и конечно хочу зайти к артем посмотреть что у нее там продается а раньше там постоянно стояли сталкеры ждали берцы ботинки но сейчас берцы продаются на вокзале за 23 тысячи безлимитное количество поэтому с этим проблеме я думаю не будет ну я имею то что сталкеров должно быть мир меньше ну опять же остались там ботинки но не знаю появляются там ботинки не появляются посмотрим в любом случае еду на новую землю за артефактами ну а пока мы идем к гиде постреляем кабанчиков сейчас многие кабанов стоит дорого я и раньше на них охотился но теперь так вообще красота посмотрим если тут кабаны конечно не я же один теперь на них охочусь плюс сало стало чаще выпадать по слухам сало вроде по таким же ценам стоит как и раньше поэтому также можно собирать и продавать плюс еще руки бесов да вот именно медленных бесов теперь тоже по хорошей цене ученый покупает на и гиде ну и скорее всего поставщик покупать чуть дороже чем ученые это хорошо но вот руки медленного без поэтому теперь активно охотимся на бесов бесов здесь на и гиде полно также как и кабанов сейчас посмотрим сколько мы заработаем пока дойдем до эгиды ну вот ноги кабана клыки мясо почти из каждого выпадает прям полный набор но и раньше в принципе выпадала но раньше стоило все это дешевле сейчас стоит все это подороже очень даже хорошо поэтому ни одного кабанчика не пропускаем охотимся прям за всеми но только что сказал что хорошо выпадает одна нога выпала но бывает и такое принципе нога выпала уже хорошо так как клыки ну чуть подороже ставили стоить но не так уж прям дорого а вот именно ноги кабана не молодого именно обычного которые водятся как раз на гиде но и других местах они стоят очень хорошо так давайте-ка повыше поднимемся чтобы тут можно было видеть кабанов и на железке здесь пробежимся посмотрим так ван догонишь 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 такой прикупил же себе берцы недавно как раз был на вокзале за 23 тысячи купил красота теперь просто плюс я вчера взял новые задания с доски а сейчас мы добежим до безопасной зоны я вам его покажу задание конечно очень интересное и в принципе сложное сталкер всех кабанов пострелял ладно ничего страшного вон внизу какой-то кабанчик а тоже труп ну ладно пока мы бежим тогда покажу вам задание так 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 где это задание вот а нет на распрямую зоны без и нет стоп работа а где это задание или не этим персом взял может быть не этим в общем расскажу в двух словах нужно насобирать 5 резин альфа и отнести их синие сапожникову судя по описанию будет хорошая награда какая награда непонятно но в любом случае какая бы она ни была один раз нужно это задание сделать и посмотреть что там будет дайте на не этим персом взял но сейчас мы дойдем до доски и посмотрим может быть будет еще какой нот новое задание поглядим они же не всегда там висят на доске бывает их больше бывает их меньше как-то так так бак с этим интерфейсом еще работает то есть то нет но и надеюсь в скором времени поправит я продолжаю бежать на эгиду конечно есть соблазн пойти безов пострелять но раз уж я собрался на новую землю нужно идти я уже два дня можно сказать собираюсь собираюсь то репутацию ученых вернее у банки в этих блин всех перепробовал у военных никак и не пущу то еще что-то но в итоге вот дошел до эгиды и это очень хорошо теперь можно будет отправиться продавать тут особо нечего так руки бесов быстрых скинем так а что у нас тут надо закупиться наверно хотя зачем закупаться у нас все тут есть еды возьмем а с обраствором контейнер я заправил это тоже нормально но в принципе все можно отсюда сваливать посылки вот эти надо получить еще а а тут торговать нельзя так ладно давайте мы зайдем деньги есть показывать товар провести списке я там есть так но ничего тут интересно нету ладно в итоге вот четыре ноги это 4000 4000 в 80 то есть нога стоит где-то тысяча двадцать до тысяча двадцать очень даже неплохо мясо по 240 час за кусок вот именно здесь на егиде у поставщика говорят по 290 стоит один кусок мяса плюс руками для лунбеса стоит 844 рубля отлично но клыки поменьше конечно стоит но все же сало мы оставим да здесь прямо оставим что у нас надо скинуть ткань свинец выкинуть так еда есть сейчас мы поставим сортировку аптечки есть противоедет сентерат есть рябиновка есть так спички есть бинты есть еда есть вода есть батарейки тоже есть а починиться тоже есть чем патронов у меня достаточно да я полностью готов можно отправляться плюс контейнеры одинодинарный под хорошие прям арта но остальные под под что найду если найду конечно там может и не повезет и не найду ничего сейчас я кое-что куплю на доске костер за 200 тысяч купим все нормально можно выдвигаться больше нам тут делать нечего вперед новая земля жди меня посмотрим что там с артефактами что у нас задание обновлен но это вот надо пострелять на кладбище ведунов но не сегодня не сегодня сегодня меня ждет заснеженная пустыня туда мы направляемся хотел сначала на южный остров пойти но потом передумал на южный остров нужно идти с билетом билет я пока не раздобыл себе еще поэтому так подумал побегаю вокруг артема по окрестностям посмотрим там артефакты но я там местность плохо особо так знаю да я больше хорошо знаю местность около дорогого респа где борис сидит декладка кладовка и все остальное поэтому мы побегаем сначала около артема там посмотрим если ничего интересного не будет то пойдем ближе к дорогому рс там пошаримся посмотрим 12 уколов у меня есть принципе на пару ходок должно хватить и это хорошо будем надеяться что за эти пару ходок я куплю свои переходы туда ну и затраты как видите все сталкеры охотятся на кабану сейчас ну конечно нога стоит тысяча ну мы округляем конечно стоит чуть дороже то есть 10 кабанов 10 тысяч а ноги выпадают в основном по 2 ну бывает конечно по одной но в основном по 2 выпадает то есть считай один кабан 2000 а если постоянно тут охотиться тут столько можно ног насобирать не сказать не сказать что миллионы заработать можно но но помимо женок тут мясо выпадает клыки сала плюс еще шкуры можно добыть в общем очень даже неплохо как нибудь мы прям займемся как нибудь мы прям займемся глобальной охотой вполне возможно даже пойдем на караван там-то кабанов полно теперь это выгодно их их стрелять и прям сдавать поставщику пойдем с дешевого респа если пойду и поохотимся кабанов там немерено о шкура кабана выпало блин ну как не вовремя то чё отнести ее на эгиду или не стоит возвращаться все-таки примета плохая ладно ничего страшного потеряю так потеряю по дороге вот видите две ноги два клыка мясо то есть в основном такой набор у кабанов выпадает ну бывает поменьше конечно в целом нормально все но сало две ноги два мяса тип-топ короче ну и конечно же на я раз я пойду на новую землю я там похочусь на собак шкуры челюсти нужное дело и куда ты побег стоять ну вот опять две ноги определенно нужно идти на караван но этим мы займемся чуть попозже сначала хочу все-таки на новую землю сходить посмотреть что там с артами по слухам вроде арты там есть мало их конечно но насобирать можно тут уже как повезет ну что проводник поплыли на новую землю ну вот я и на новой земле давно я тут не был пойдем к артему сходим интересно что у нее там продается так ну в принципе ничего нового шапки свитера теплая одежда куртки перчатки штаны трусы носки все по старинке в общем да я во вчерашней ходке проверил всех кладовщиков о которых не смог сам проверить это в пещере бандитов мне сказали сталкеры в общем ничего не продается такого безлимитного как на вокзале я вот искал именно каких-то вещей которые без проблем можно купить у других кладовщиков у других скупщиков только на вокзале вот такой ассортимент вещей безлимитный в принципе хороший особенно для новичка а на других кладовщиках как раньше было ну что пора идти за артефактами пойдем сначала к кораблям которые здесь недалеко пошаримся там по большому счету я больше не знаю места где хорошие артефакты можно найти там я был правда я там ничего не находил но по слухам там нормально а вот других места я не знаю потому что здесь я обычно не выживал я выживал немножко севернее вот там я знаю все а тут так поэтому можно сказать мы на бум будем бегать главное не забывать стакать рябиновку это самое главное ну и собачек будем постреливать интересно с них какие будут шкуры падать тоже обрывки шкур или все таки целые о вот мы и проверим сейчас челюсть больше ничего ладно двинули дальше так как нам тут пройти тут вроде пройти можно да насколько я знаю раньше я проходил опа да чтобы не скатиться в море вот так по берегу и пойдем а может где-то наверху тут тоже есть аномалии ну опять же я плохо знаю эти места хотя вот тут кажется есть на этом проходе а да кстати забыл сказать сейчас все прекрасно знают что можно некоторые задания взять разговаривая по рации не со всеми конечно персонажами аномальной зоны но с некоторыми так вот и рации сейчас резко скупили их нигде нет а если что то есть на доске то там стоит каст катастрофически больших денег так вот рации в безлимитном количестве кроме гранита вот обычные такие рации с тангентами двумя видами продаются на новой земле на дорогом респе у техника в безлимитном количестве и по в принципе такой нормальной цене там где-то по 100 сама рация в среднем 120-150 ну и тангент около 25 тысяч то есть если кто будет здесь может купить и продать допустим на том же самом гурмане примерно как то так ладно пойдем все таки вдоль берега о еще одна собака ох клин словил ох умирать нельзя сейчас давайте быстренько подлечимся задерживаться то нам особо не нужно нам нужно вперед с артефактами двигать но собачку мы разделаем так главное не забыть стакануть рябиновку о шкура собаки челюсть полярной собаки да перегруз то что такое нам перегруз тут не хватало с перегрузом то особо не побегаешь надо что то скинуть ну а что мы скинем шкура тут много весит блин все нужное ну давайте мясо скинем вот все мясо скинул нормально чувство у меня клин словил вроде новый почистил перед ходкой перегруз да что такое надо что то выкидывать ладно ноги клыки мы на стреляем с этим проблем не будет и сразу съедим челюсть оставляем шкуру собак оставляем и шкуру кабана оставляем хотя вот шкуру кабана много весит ну да ладно будет а вот мы как раз пришли туда куда я и шел к этим кораблям посмотрим есть ли тут что-либо 54 секунды нужно рябиновку колоть осталось 10 уколов маловато конечно так зарядить батарейками все я готов к сбору артов арты вы где ну вот здесь как раз вот есть аномалии поглядим посмотрим если тут что-либо арты буду собирать все и класть контейнер ну кроме наверное альфа а тут альфа то нет бета кроме бета наверное скорее всего все остальные в контейнер ну а там по ситуации ох давно я на новой земле не был тут же все-таки опасно нужно поаккуратнее аномалии тут зверские а 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 тут аномалий не так уж много это когда по горам лазишь до лучшим за включить можно детектором зацепить артефакт который на горе это его не видишь а тут на открытом поле аномалии все хорошо видно за включать не нужно оба не влетел собак странно тут нет может кто-то был недавно а вроде пусто вроде все посмотрел пойдемте наверно ближе к горам еще так знает тут есть небольшое поле там вроде тоже есть аномалии опять же повторюсь я эти места плохо знаю поэтому проблематично тут оперативно будет бегать по аномалиям но мы посмотрим если что пойдем дальше на север сердце я знаю хорошо разделаем собаку у меня конечно перегруз сейчас будет но ладно не перегруза не это нормально все пойдем дальше в горы куда-то куда-то вот сюда вот примерно понятно дело за одну ходку мы не поймем если тут артефакт или нет но я здесь буду выживать пока у меня не кончится рябиновка а там видно будет так давайте калаш возьмем если вдруг белый медведь встретим то если глушитель мы в него выстрелим он сразу нас не побежит но немножко раним а он от нас будет убегать нам как раз это и нужно потому что медведи стали сейчас злые сильнее а белый медведь так сам по себе был сильный всегда не факт что я с ним справлюсь но белый медведи конечно на охоту встретить попробовать убить так ну вот какое-то поле не знаю есть то чем нет ну вот пойдем сюда потом вот на это поле по идее на полях всегда есть аномалии но опять же я эти поля плохо знаю поэтому бежим наобум куда я бегу в какую сторону она принципе да нормально он на то большое поле хотел поблизости вроде нет ничего ладно двигаем дальше с такой бац и медведь выходит а вот спереди аномалии есть от хорошо давайте тут лучше включим им за на всякий случай может что-то пропущу ё-моё пропустил называется набор против противоядия и мясо так ну что туда бежать сейчас далеко будет значит бежим другую сторону да на север там более-менее я знаю местность поэтому бежим на север время-то тикает рябиновка кончается через переход пройдем до через переход вот тут протопаем вот здесь много аномалий ну а дальше я уже местность более-менее знаю пойдем ближе к морю ну и пока бежим конечно нужно магазины зарядить на всякий пожарный атмосферное конечно место здесь но слишком опасно вот мы вышли из пещеры пещера тоже конечно мощная Обычно вот в таких пещерах какие-то мутанты обитают. Но здесь пронесло. Еще тут мутантов не хватало. Было бы жестко, конечно. Холодно здесь. Все мутанты повымерли. Остались только белые медведи, полярные собаки и крысы. 43-42 секунды до последнего. Потом стакаем. Минус еще один укол. Блин, катастрофически быстро кончается Рябиновка. Ну да ладно. Ладно, насколько я помню, раньше, когда я тут выживал, здесь хорошие поля были. Давайте вниз зайдем, посмотрим. Там у нас сидят два сталкера. Может быть у них что-нибудь интересное. Но все равно тут рядом сбежим. Почему бы и нет? Удмурт и доцент. Привет, что такой злой? Бывает так. Это со мной не разговаривает. Злюка какой-то. Здорово, что неожиданно. Напротив, место очень любопытное. Я пока не уверен, о какой информации идет речь. Не совсем, но я это запомню. До встречи. Особая информация. Ну, пока они со мной не разговаривают. Понятно, какой-то сталкер зашел. Блин, что, скажем, встречным разговаривать. Иди своей дорогой, сталкер, что говорится. У них тут своя тусовка. А мы идем дальше за артефактами. Так, ну вот, где-то, где-то здесь. Блин, я не помню, где же аномалии были. Помню, что были. Побегаем, посмотрим. Сначала по периметру пройдем, наверное. А есть ли они вообще здесь аномалии? Тут реально давно не было. В некоторых местах аномалии исчезли. Вполне возможно, такое может и быть здесь. Ну, зона меняется постоянно. Поэтому это нормально. Опа. Нет, есть аномалия. Нужно поаккуратнее. Неохота умирать еще раз. Вот они, родные. Пошли. Ну-ка, покажите мне суперартефакт. Опа, есть. Ну, не супер, конечно, щит бета. Ну, это первый арт, который я тут нашел. Так. Забыл, как уже артефакты за аномалии доставать. Сто лет не собирал их. Особенно здесь, на новой земле. Это опасно делать. Чуть ближе подойдешь и все. Ты труп. В этом случае я радиации нахватался. Блин, а у меня нету этих. Тут одна подушка лежит. Ну, че, может быть, бэшки тоже будем складывать. Даже не знаю. Где контейнер-то? Раз. Где-то еще было. А, вот два. Бэшки. Ну, бэшки недорого стоят. Даже не знаю. Давай пока на пояс. А там видно будет. Так, че-то я рядом с аномалией долго стою. Раньше, конечно, этих бэшек было завались. И не такой уж крутой артефакт считался, можно сказать. Так, ерунда была. Сейчас не знаю. Ну, пусть пока висит на поясе, там видно будет. Если что, Артему продадим. Да, можно, кстати, Артему продать. Он, конечно, не так дорого принимает. Тем более, сейчас неизвестно как. Торговля чуть изменилась. Ох ты. Еще щит бета. Не, ну это уже нормально. Второй щит бета. Давайте поближе. На полшажочка. Еще. Жалко у этого персонажа, но у меня нету рюкзака РД54 и, конечно, броника. Но я обычно им охочусь, а не артефакты собираю. И на пояс повесить нельзя. То есть, если я умру, может что-то и выпасть. Очень даже неплохо. Две рядом аномалии. Два щита бета. Что значит, знаешь уже места, где есть артефакты, туда и прешься. Эти места я еще более-менее знаю. А вот там, где я вначале ходил, там я плохо знаю места. Ну да ладно. А двигаемся дальше вдоль склона, вдоль горы. Пока не сделаем полный круг. Ну и, конечно, не стоит забывать про рябиновку. Сколько? Четыре минуты еще. Ну, конечно, артефакты эти дешевые, поэтому ни о каком доходе пока речь не идет. Пока я в минусе. Ну, то есть, покупка рябиновки, переходы сюда. Чтобы выйти в ноль, мне как минимум нужно до 500 тысяч заработать на арту, тогда я буду... Не, даже больше, я же покупал еще 100 браствор для контейнеров. 350, 200, 550, где-то около 700 тысяч заработать. Я тогда выйду только в ноль. Примерно как-то так. В свое время я вот именно собирал артефакты, где кладовщик, где Борис сидит. Только из-за того, что не нужно было класть их, допустим, в контейнеры. Я отправлял посылками. Экономия была жутко хорошая. Так, ну что, вроде тут больше нет ничего. Пойдем дальше. А тут больше и не должно быть ничего. Там дальше в горы там нет. Раньше аномалии там никогда не было. Ну ладно. Два артефакта я нашел. Я хотел в сторону воды отправиться. Да, вот сейчас тут поднимемся. И пойдем. По берегу, по берегу и дальше. К подводной лодке, наверное, сходим. Ну, если я, конечно, выживу и где-нибудь не умеру в аномалии. Не будем так загадывать. Умирать-то мне неохота. У меня уже артефакты лежат в рюкзаке. Желательно их донести. Спасибо. 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 Продолжение следует... Так, так, вот мы сюда вышли. Да, я сюда и планировал. И вдоль берега пойду дальше, 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 дальше. Тут как раз вот начинаются такие, можно сказать, хлебные места. Вон подлодка. Тут и медведя можно, кстати, встретить. Белого. Ой-ё! Хотел тут спуститься. Нужно поаккуратнее. А мы спустимся там? Да, аномалия на склоне вроде должны спуститься. Но надо включить имза. Тоже на склоне, но мы её оббежим. Нет, к подлодке я не пойду, всё-таки у меня время идёт. Минус ещё один около Рябиновки. А там, конечно, можно костёр развести, но зачем костёр, когда у меня есть Рябиновка. Поэтому двигаемся, эти места мы... Ох, ё, мне показалось ли там кто-то ходил. Типа медведя. Эти места мы обойдём. Тут вроде не особо много аномалий. Здесь бывает медведь. Хочу его всё-таки обойти, если я пришёл не охотиться. И не факт, что я его убью. А за артефактами. Поэтому умирать как-то не хотелось бы. Но медведь может быть и дальше чуть-чуть. Они где-то в этой местности обитают. Ладно. Бежим на следующее поле. Там прям аномалий куча, немерено. Там-то я по-любому что-нибудь найду. Вроде нет медведя. Так, стоп. Колимся. Тихо, спокойно. Ну, медведь может и там гулять. Куда вот я сейчас иду. Это тоже... Может быть. Так, ну да. Вот это поле. Пойдём вдоль скалы, наверное. Не вдоль моря, а вдоль скалы. Тут главное быть аккуратным. Тут реально много аномалий. Умереть можно раз-два. Мы будем надеяться не только можно умереть, но и найти что-либо. Мы сейчас это проверим. Так, пока МЗА не нужен. О, мы выходим на поле. Огромные прям, заснеженные. А, что. А, нет. Вот пошли аномалии кучи уже. Так, медведей тут нету? Вроде нигде не видно, но это хорошо. Торопиться здесь нельзя, не спеша, не спеша, потихоньку. Главное не бегать. Летить в аномалию как нифиг делают. Главное не бегать, не спеша, не спеша, потихоньку. Главное не бегать. Так, слишком высоко забрались, давайте чуть ниже спустимся. Главное не бегать, сказал сталкер, побежал. Но пока пусто. И это, конечно, не может нравиться, если честно, совсем не нравится. Но я думаю, что-нибудь, да мы по-любому тут найдем. Аномалий тут много. Так, а где мы сейчас? Ох, мы только в самом начале поля. Да, тут еще пилить и пилить. Вот, пошли аномалии. Так, стоп, аккуратнее. Да, раньше когда был бум артефактов здесь на новой земле, до того, как их сталкеры все не пособирали. Вот, за такой короткий промежуток времени, я бы штук 5-6 уже точно нашел бы артов разных. Но сейчас, конечно, похуже стало в разы. Ой-ой-ой. А вот артефакт. Щит бета. Так, на пол шажочка, на пол шажочка. И еще на пол шажочка. Перегруз. Да е-мое, надо что-то выкидывать. Ну ладно, давайте шкуру кабана выкинем. Она реально много весит. А арты тоже весят, поэтому пожертвуем шкурой. Все-таки мы сюда пришли за артефактами, а шкуру мы еще насобираем. Никуда они от нас не тянутся. Я, конечно, люблю все подряд собирать, но когда перегрузу, что тут поделаешь уже. Так, ладно. Двигаем дальше. Детектор мне помог артефакт обнаружить его. Конечно, видно, но бывает мимо можно пройти, не заметить. А сейчас по точке определил. Поэтому все-таки, когда скопление аномалий, лучше детектор включать. Бегать с ним. Что-то глазом увидел. Что-то детектор подсказал. Вроде там нет. Пойдем дальше. Да е-мое, где что-то пройти-то. Неплохо бы, конечно, к Борису сходить, там точку Респа взять, я даже не знаю. А то, мало ли, сейчас умру. И окажусь опять у Артема. Потом на это поле далеко бежать. Все-таки, да, эти места я лучше знаю. Наверное, я останусь тут, буду здесь фармить. Тут прям вышел только с безопасной зоны. И сразу аномалии пошли. Не, может быть там, где Артем сидит, тоже есть такой. Но там я плохо знаю место. Вот, пошли, сейчас тут прям куча будет этих аномалий. Спиной что-то активировалось. Да, давайте, конечно, пробираться будем ближе к Борису. Попробуем дойти до туда. Ну, их забыл Рябинку стакануть. Да ё-моё. Сталкер, сталкер. Потерял один укол. Осталось у меня 7 уколов, кстати. Не густо. Если учитывать, что я всего лишь 3 Арта нашёл. Совсем не густо. Ну, продвигаемся вперёд потихоньку. О, ещё один. Ну, опять же, щит бета. Так, здесь мы пройдём. Да, должны вроде бы. Батарейки я взял достаточно, поэтому нам хватит. Да, плюс у Бориса там, у техника. Теперь безлимитное количество батареек. Можно вообще не переживать насчёт этого. Раньше приходилось сюда батарейки посылками отправлять. Сейчас с этим проблем нету. О-ё-ё-ё-ё, чуть не влетел. Фух, пронесло. Двигаемся дальше. Блин, пока ни одного хорошего артефакта. Бэшки – это не в счёт. Конечно, можно положить в контейнер, но игра не стоит свеч. Да ведь и в салют в рюкзаке. Да ведь и всё, пока ни одного commis нет. Ух. Ух. Ну, ух. 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 так мы вон уже где ну что в горы подняться нет пока еще раз давайте вот где-то до сюда идем да нам еще топать и топать аномальное поле только серединка где-то это я еще не все аномалии посмотрел их и внизу много и около берега но я уже решил что пойду к борису возьму там точку сохранения потом уже продолжим этот аномалий побольше шанс найти что-то о возрастает а вот уже первый артефакт который мы положим в канн тренер если достанем конечно пол шажочка еще пол шажочка еще еще опа иди судак папочки ой сразу настроение такой поднимается до артефакты пошли сразу азарт такой нормально но это опять же конечно я еще не в плюсе ни в каком до сих пор в минусе но по крайней мере уже интереснее становится гамма появились пойдем дальше и а и и и и и о есть а сейчас бы не заметил мимо прошел стабилизатор дельта так по шажочка отлично ну и конечно дельта мы тоже положим в контейнер пойдем дальше стабилизатор дельта конечно хорошо хотелось бы еще щитов найти ах блин опять рябиновку проворонил да ё-моё сталкер сталкер с этими артефактами еще один укол потерял минус два укола которые могли бы продлить мне жизнь на 10 минут кстати осталось всего шесть уколов надо за рябиновкой блин следить такими темпами долго не уедут вышки ладно чё ты нос воротишь это артефакт подбирай его радует то что они тут есть да их мало по крайней мере было бы намного обиднее если бы я пришел бы и вообще ничего не нашел бы это было бы конечно жестко так хоть что то есть он продвигаемся дальше идем вдоль как раз вот этой горы и понемножку смотрим а 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 еще один артефакт а еще бета давай полушажочка так 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 еще чуть-чуть есть а а а а а а а а и и а 2 минуты рябиновки главное не забыть ее стыкануть вдоль Ну что? Субтитры сделал DimaTorzok Все, кончились Продолжаем поиск Хотелось бы, конечно, еще парочку хотя бы найти Хороших артов Мало бы неплохо Мечтай, мечтай, сталкер Иди не спеша вперед Наблюдай по сторонам, смотри Так, а не пора ли нам тут вверх подниматься? Сейчас посмотрим Опа Бета Ну, ничего страшного, подбираем Почти как раньше, в каждой аномалии Ну, не в каждой, но есть Эхо-облучение Слишком близко подошел Но я сейчас постараюсь быстро подобрать И свалить отсюда Перегруз Надо что-то выкидывать Да, артефакты же весят Ну что тут, свинец Так, 86, 35 Что-то нужно срочно выкинуть А что, даже не знаю Да пойду с перегрузом Я же все-таки не бегаю Ничего страшного в этом нет А вот на горы, конечно, сложновато будет влезать Но это терпимо Опять проворонил рябинку Да е-мое Вечно заканчивается, когда я артефакт подбираю Так, а может быть здесь пора уже? Нет, еще рано подниматься В итоге у меня осталось 5 уколов Это плохо 3 укола Плюсом я проворонил Ну тут ничего не поделаешь Не успел, так не успел Двигаем дальше С перегрузом, конечно, тяжело Но зато в любом случае Хоть какое-то ограничение скорости То есть иногда бывает Вроде нету аномалии Решишься пробежаться И бац, в аномалию летаешь А тут особо не побегаешь Поэтому И не влетишь никуда Все, пора двигаться дальше Постараюсь уже идти к Борису На прямки То есть особо Не смотрите Артефакты не искать У меня и так уже их достаточно Именно по количеству Не по качеству, конечно А по количеству Ну, хоть так Я думаю, вообще ничего не найду Если честно Ой, блин Все, с перегрузом Я отсюда не выйду Чуть-чуть отвлекся Тут и смерть моя пришла Теперь интересно Сколько я потеряю При смерти артов О, я потерял всего лишь Один артефакт Щит бета И шкуру собаки О, это я малой крови обошелся Я думаю, я больше потеряю Смотрите, у меня Пять осталось Плюс на поясе еще Фу, ну это неплохо Правда вот Нужно было умерить Чуть пораньше Когда я До того, как я Рябину вколол Ладно Апшки мы, конечно Никуда не сможем деть Тут только продать Артему Был бы и на другом Кладовщике Там, да Там можно было Через посылку отправить Он принимает тут По 37 тысяч Ну, не так уж Хорошо, конечно В свое время По 68 Этот артефакт стоил Ну, 37 тысяч Это 37 тысяч Тем более Здесь больше продать некому Поэтому продаем Подушку заодно 226 тысяч Ну вот Можно сказать Что рябиновку я купил Уже Так как я купил рябиновку За 200 тысяч Сейчас 226 То есть рябинку я купил Осталось купить еще переходы И 100 браствор И выйти в плюс Блин, ну не так уж Совсем печально Я думаю Будет хуже Плюс у меня, конечно же Есть еще вот контейнеры А нет, подожди Не будем так Извлекать не будем Щит гамма И стабилизатор бета А может быть здесь Их продать Как раз у меня Два артефакта лежат Я сейчас Если вытащу два У меня будет 10 мест И соответственно 10 заправки Да, давайте мы так и сделаем Вот 10 и как раз По 10 артефактов Так как Он вмешает 10 штук Так, стабилизатор Сколько тут? 78 И щит гамма 165 Так, сколько у меня там было? 226 226 И 165 Примерно как-то так Почти 400 тысяч Ну вот 400 тысяч Уже неплохо Плюс у меня еще осталось 5 уколов Рванем отсюда сразу Только вот куда побежать? Мы видели, что сталкер Побежал в другую сторону Да, у нас осталось 58 секунд Стакать рябинку? Нет Наверное будем стакать А куда мы пойдем? Пока мы добежим До этого нормального поля Много времени пройдет Бежать в ту сторону В которую сталкер побежал Я Те края не знаю И он Вполне возможно Побежал сразу На аномальные поля А я-то Фиг его знает Где они там? Что они? Поэтому предлагаю Отправиться Вообще вот сюда куда-нибудь Вот в эти края Я тут тоже ничего не следовал Может быть тут есть Как раз аномалии Заодно посмотрим Поэтому рванули туда Ну я так понимаю Да В принципе нормально Тут недалеко Даже если мы умрем Тут рядом окажемся Ну что 400 тысяч я заработал И то Это учитывая Что я продавал У Артема Если продавать На той же самой эгиде Сейчас деньги-то везде есть Там вышло Скорее всего бы больше Но да Эгиды нужно Дотащить еще А это возвращаться нужно Да Тут в принципе Недалеко конечно Но я потрачу деньги На переходы Туда-обратно Поэтому Тоже на то же и выйдет Поэтому лучше продавать У Артема Я думаю это выгоднее Так Ну давайте вот наверное На это аномальное поле побежим У меня прям вот Чуйка что там есть аномалии Не знаю есть ли там артефакты Но аномалии должны быть Ну и по факту У меня вот Четыре укола осталось Не пойду наверное На дорогой Респ уже Пока Дотопаю До туда Рябиновка кончится Попробую здесь Остаться Побегать вот По этим местам Сейчас мы тут Перешагнем Может наткнем Сейчас действительно Аномальное поле По крайней мере Разведаем Разведаем Что-то как тут Надо же когда-то изучать О А вот тебе пожалуйста Для изучения Аномалии Где одна Там есть и другие Все верно Да Вот аномальное поле Тут уже сталкеры бегают Надеюсь он меня не пристрелит На всякий случай Мы у них посмотрим Мы то не будем У него конечно же стрелять Мы сталкеров не стреляем Так ну Здесь я думаю Делать нечего Он тут все уже пробежал Зато мы знаем Что рядом с Респом Вот тут прям сразу Аномальное поле Я не знал об этом Теперь буду знать Так что да Мы наверное останемся здесь Просто сейчас Пока у нас вот есть время Мы исследуем Еще соседнее поле Посмотрим Есть ли там аномалии Да по любому есть Вот это аномальное поле Значит Давайте Давайте вот так поставим Вот Поставим значок Будем знать Что здесь аномальное поле У нас С аномалиями И кстати их там много Такая кучка Прям Плотненькая была Бежим дальше Тут у нас что Тут емое Тут собак полно У собаки Конечно тоже хорошо Вот как раз Можно поохотиться За челюстями Правильно сделал Что пошел в эту сторону Вон еще аномалии Глядишь Может даже что и найду Но хотя тут Сталкер пробегал А скорее всего Он тут уже пошарился Он опытный Наверное Не первый день бегает Но мы тоже не пальцем деланные Сейчас мы все изучим И тоже тут Все будем собирать Так значит тут поле собаки Ой-ой-ой А тут у нас что? О! А здесь я вижу аномалии Отлично Двигаем Тут умирать особо не страшно Да Рядом с Респ Умер Быстренько добежал Даже если что-то потерял Можно успеть подобрать О! Тип-топ Ну прям как и на Дорогом Респ Там тоже рядом Если знаешь места Там сразу Бежишь на аномальные поля И вперед Арты собираешь Опа! Блин-блин-блин! Чуть не влетел в аномалию И щит-то какой хороший Смотрите Прям вот пол шажочка бы И она меня засосала Прям е-мое Меня зону уберегла От этого Давай-ка подбираем Вот это уже путево Щит Дельта В контейнер Ученым толкнем Хотя нет Такой щит можно и на пояс Но на время захвата повесить Хотя нет У меня еще комплект есть Поэтому Держимся Удачный день Вот теперь в принципе нормально Не сказать Что я прям Дофига заработал Но 400 я уже поимел Тысячи Это я купил Переходы А он кстати Там сталкер какой-то бегает Походу Плюс Еще вот этот артефакт Плюс у меня еще рябиновка есть Бегал тут кто-нибудь Или они просто активизируются Нет По-любому кто-то бегает А это тот же самый сталкер Он знает эти места Значит хорошо Прям смотрите Был там То прям здесь Сразу Ну теперь и я знаю И вижу что да Действительно тут Можно хороший арт найти Не может быть нам просто так повезло Что именно сейчас Рез пошел Ну Если постоянно бегать Рано или поздно повезет Так Давайте мы это место На карте посмотрим Ну да Вот Вот эти места Метка сейчас на карте Неправильно ставится Не там где персонаж Раньше четко Четко прям ставился А сейчас выше как-то Да Вдвоем конечно Тут толкаться на одном поле Не камелефо Но Мы же просто изучаем Он сейчас на такой думает Блин Вот приперся Сталкер Тебя тут только не хватало Ладно Не страшно Хотя сказать Аномалий много на всех Хватит Но это не так сейчас Он откуда Оттуда прибежал Может что пропустил Пойдем по тем Полям посмотрим Что там вообще есть Все равно Все аномальные поля Невозможно проверить Что-то ты по-любому пропустишь А может что-то уже и появится Давайте пробежимся Так это где мы сейчас находимся Ну да А мы как раз опять на это поле Тут собаки Надо вниз наверное идти Мы будем выживать до тех пор Пока я не замерзну Да примерно как-то так У меня есть еще минута И потом я буду замерзать А 4 укола я оставлю на потом На следующую ходку В принципе для Сегодняшней ходки Более-менее нормально Но я не планирую пока уходить Хочу тут Хотя бы еще Разочек побегать Ну и так как Мы рядом с респом Будем бегать Примерно на этих полях То вполне возможно И без рябиновки Даже получится Проверим На следующий раз На сегодня эмоций Нам достаточно Хотелось бы конечно Еще напоследок Что-то найти И конечно Постараюсь забить Я полностью контейнер Пока контейнер я не забью У меня осталось найти 9 хороших артов Чтобы положить в контейнер Я к ученым не пойду А потом да Потом уже можно будет К ученым И все это продать И в итоге мы потом Посчитаем Вышел я в плюс или нет Пока я не в плюсе Но я уже из минуса Немножко выбираюсь Знать бы где тут Еще медведь белый Живет А Я смотрю Там аномалии впереди Плюс собаки ходят В общем опасное Такое местечко Мы куда идем Да мы идем вниз Как раз куда я хотел Проверить Ну тут наверное все уже Если прям по самому Низу пройти Попробовать Сейчас рванем туда У меня осталось Несколько секунд И я начну замерзать Ну тут чисто уже разведка Пробежимся Посмотрим что да как здесь Ага Стоит туда идти вниз Нет Погнали Разведка же Прям по самому берегу Пробежимся Навряд ли тут конечно Есть аномалии Но просто посмотрим Тут я насколько помню Не ходил никогда Ах Псина Ах я сейчас скачусь Умри умри А ты живи Давай сталкер Живи 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 Ох выжил Так но здесь мы не пройдем Да Тут не получится Залезь а там я уже А если прям по самому берегу Ну-ка давайте рискнем Главное в воду не скатиться Ну и все А там я не пройду уже Остается попытка Залезть наверх Правда я уже начал замерзать Навряд ли я тут далеко Залезу Но сейчас попробуем Да сюда лучше не ходить Вот это поле Нужно еще исследовать Но я наверное Уже не успею В следующий раз Так Залезть получилось А ну вот Более-менее проход Открылся Бежим опять дальше Понизу О На полянку вышли Ну тут конечно Лучше думаю Вверх подняться Вверх подняться Вот небольшое поле Как раз мы выйдем туда Но по времени Я не успеваю Я замерзну 51 у меня холода уже Рябинку колоть я конечно же не буду У меня осталось 4 укола НЗ Так как следующую ходку Я планирую Если повезет Конечно же Пофармить Без Рябинки Тут от Респа Недалеко Аномальные поля Я смотрю Ох Там вон какая-то площадка Там походу Можно костер развести Успею дойти До тут посмотреть Ну похоже На какую-то такую площадку Для разведения костра У меня правда С собой костра нет Или есть Гляну Нет И древесины Даже нет Но добежать я смогу По крайней мере Можно будет на карте Отметить Да Слушайте Что-то похоже Есть на то Что развести костер Может быть и нет Ну это обычно Такие скалы Они более-менее ровные Или просто Это скалы Ни о чем Да нет Ну ровные Ты и что И умер В общем И спотыкнулся И замерз И Смерть тут моя И пришла Ладно Возвращаемся мы Так сказать На базу К Артему Пойдем посмотрим Напоследок Продается ли что-либо У него интересное Ну и на этом Мы сегодняшнюю ходку Будем завершать В принципе Я считаю Для первого раза Удачно Я по большому счету Думал Ничего особо не найду Но мы продали Артефактов На 400 тысяч Я истратил 8 уколов Ну мог бы Меньше Просто я 3 раза Проморгал Чтобы рябинку Стакануть 400 тысяч Мы заработали Давайте смотреть 350 тысяч Я потратил Чтобы купить Стаб раствор А с доски Он у меня еще остался Я заправил Только большой контейнер И маленький То есть 350 тысяч 100 тысяч Переход сюда Ну и 80 тысяч Обратно Мы сразу Посчитаем И 200 тысяч У меня вышло На рябиновку То есть Я покупал рябиновку За 200 тысяч Итак Стаб раствор У нас немножко остался Контейнер еще не забит Рябиновка тоже осталась Заработал я уже 400 тысяч То есть 300 тысяч Я пока еще в минусе Но У меня есть один Артефакт хороший И еще есть Рябинка Чтобы побегать И время Чтобы тут Поизучать Все Полазить Вполне возможно Я выйду даже в плюс Ну Об этом пока Историю умалкивает Мы посмотрим Что будет в следующий раз На этом все Бродяги Всем до встречи Всем пока Увидимся в зоне Продолжение следует